Георгию Вавилову было 4 года, когда началась Великая Отечественная война. Его отец Константин ушел на фронт, оставив в деревне жену и двоих детей. Около клуба, радио, мужчины стояли, человек 60-70, одни мужики. И вот я отцу нашел, пошли домой, я ему говорю, война, жена. И на третий день, уже 24-го, отец ушел на фронт. Вся деревня провожал его. Константин Прокопьевич был первым бригадиром колхоза, человеком грамотным. Но ни родители, ни жена читать не умели, поэтому письма фронтовик писал племяннику, а уж тот читал их и передавал родным. Георгий Вавилов хорошо помнит, как по центральному телевидению неоднократно показывали парад 7 ноября 1941 года. Отец писал, что участвовал в нем, шел первым в третьем ряду от начала колонны, что в Москве тогда было очень холодно и после парада всех кормили горячим. И сразу они пошли в оборону Москвы. Вот там его ранили. Он лежал в госпитале в Перми, вылечился, потом опять пошел воевать. Он участвовал в освобождении в Венгрии, путобежд, а тут он... Тогда разрешали, посылку он присылал, что год войны скоро кончится. В последнем письме отец Георгия Вавилова писал, Берлин горит, весь в дыму, и если останусь жив, то можно считать, что заново родился. Константин Прокопьевич погиб 1 мая 1945 года при штурме Рейхстага. Письмо пришло намного позже окончания войны, почти вместе с похоронкой. Родные не знали об этом, ждали возвращения героя. И деревенский почтальон трижды подходил к дому, но не решался отдать последний треугольник. В семье Вавиловых сохранилось больше 30 писем солдата. Его единственная фотография и память, которую бережно хранят потомки героя. Ирина Ромадова, Алексей Янейкин, Семен Антонов. Вести Чебоксары.